итак второй вариант мой любимый значит также очищаем также нарезаем удаляем сердцевину кстати это сердцевина и и не выбрасывайте она очень полезно при простуде от кашля очень полезно многие вот эти семечки они высушивают и потом заваривают я кара кстати сейчас не буду делать компот тоже отварю и и добавлю в конце лимон и мед и получится очень полезный компот смотрите внимательно иногда может попасться червяк отличие от первого варианта первый вариант я нарезала крупно объяснила почему потому что я ее бланшировала чтобы она не разварилась не превратилась в кашицу надо крупно нарезать а в этом случае я бланшировать не буду поэтому я нарезаю вот такими значит дольками можно тоже кубиками главное не сильно мелко не сильно крупно иногда я смотрю многие совсем вот мельчат все фрукты варенье так получается просто кашится вот вот так вот нормально сейчас даже покажу вам сколько у меня на этот случай всегда теперь есть линейка на кухне вот один сантиметр одна сторона где-то 5 миллиметров другая сторона вот так вот не больше сантиметра а тот который я бланшировала он больше одного сантиметра у меня там два на два где-то полтора на два один на два вот так вот там надо покрупнее резать вот так вот ну мы Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Все, сахар растворился, не надо ждать, пока закипит сироп, закидываем сюда айву. Продолжение следует... Все, сахар растворился, будем варить с момента, как закипит, где-то 15 минут. Вот он у нас уже начал кипеть. Теперь отчет будем вести от этого времени, где-то 15 минут. Я поставлю таймер, чтобы не пропустить. Дальше выключим, оставим на где-то 5-6 часов остывать. Все, прошло у меня 15 минут. Еще раз говорю, 15 минут с момента, как закипит. У всех по-разному может кипеть. Например, у меня с момента, как я положила айву, до момента закипания тоже приблизительно 10-15 минут прошло. Поэтому я вам всегда говорю, с момента, как закипит. Периодически перемешивала. Все, убираю с плиты, даю отдыхать до полного остывания. Через 5 часов поставила снова на плиту и буду уже варить до готовности. А тем временем, пока здесь варится, простилизовала баночки. И сейчас... У меня здесь 80 грамм где-то орехов. Залью кипятком. Пускай промоются. Все, где-то минуту продержала в воде. Как бы очищается. И вот этот вот цвет, чтобы не окрашивала сильно айву. Дальше сливаю. Все пустекает. Прошло у меня 20 минут. У всех готовится по-разному, но сорта его разные. Видите, я добавляю орехи. Некоторые добавляют косточки из сердцевины для красного цвета. Кто хочет красный цвет, чтобы был. Где-то 5 минут и я выключу. Если вы заметили, после того, как я положила орехи, цвет немного потемнел. Все выключаю, разливаю по банкам. А теперь что-то несовместное. И вот эти красный цвет и цвет. КОНЕЦ. ПОДПИСЫВАЛИЯ ЗАСТРА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Посмотрите, более такой красноватый оттенок, насыщенный янтарный цвет. Если в первом варианте светло-желтый был, то в этом варианте более такой красноватый. Если на медленном огне с первого раза готовить долго, то получается такой ярко-красный темный цвет. А если вот так вот в несколько этапов, то получается посветлее. Столько у меня получилось. Это вот, например, вариант я люблю. Здесь тоже мягкое на самом деле. Как бы не тугое, ничего. Вот, сейчас порежу. Посмотрите. То есть здесь тоже нежно, но более такую форму держит лучше, если сразу в сироп. Вот так вот с орехами делаем сироп. Кладём в сироп. Первый раз варим с момента, как закипит, 15 минут. Второй раз я варила где-то 20-25 минут. Зависит от вашей плиты, от сорта айвы. Вот. Сироп. У меня здесь осталось немножко. Не буду ту красоту полотеть. Вот здесь вот у меня осталось. Она ещё не остыла. Вот видите, уже загустела. А какой вот вариант делать, выбирайте сами. Этот полегче, поплотнее получается. Тот немножко подольше и совсем мягкий, тающий во рту. Вот. У каждого свой вкус. Ну, а у меня всё. Всем спасибо. Если будут вопросы, пишите в комментариях. Всё. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok